Требя подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы будем смотреть корейскую космическую, которую мы купили. Я не помню, что мы уже купили, тут есть чеки, поэтому, скорее всего, я вам даже смогу сказать, что сколько стоит. Вот, и давайте начнем. Так, это у нас пенка, фармстей, пенка для умывания, витаминный, короче, какой-то комплекс. Вот, читаю описание, витаминизирующая пенка для умывания помогает избавить кожу от повседневного загрязнения, остатков макияжа и выделению селума. Активный состав пенки ускоряет дренажные процессы и микроциркуляцию, выравнивает тон кожи и придает сияние, придает сияние. Тут ищут точки, точки не вижу, слишком мелко, нужные очки. Так, витамин С оказывает актив... актив... что? Витамин С оказывает активное А, антиоксидантное противовоспалительное действие, ускоряя процесс заживления, стимулирует синтез собственного коллагена, препятствует преждевременному старению кожи, укрепляет стенки сосудов и все, точка. Я ее опять пропустила, тут просто опять, что-то непонятно. Витамин Е успокаивает раздраженную кожу, оказывает противовоспалительные действия, ускоряет регенерацию, повышает ее упругость и эластичность. Также в составе неоцинамид, пантенол, экстракты прополиса, мандарины и айвы, масло розмарина, лаванда, лимона и апельсина. Способ применения, ну, стандартный, типа наносите на руки, наносите на лицо, и все, смывайте. Ну, это я утрирую, конечно, там. Так. Открываем. Что мы видим внутри? Мы видим внутри вот такой штучек. Тут все по-корейски, по-английски. Извините, я не знаю. Кстати, 12 месяцев с даты вскрытия, и без вскрытия она срок годности до 01.07.2022 года. Там еще был, там была пенка еще дешевле. Еще дешевле пенка была, по-моему, то ли 230 рублей, то ли 220 рублей с улиткой. А, или не с улиткой. Нет, там была нарисована, короче, кружка пива, но, ну, типа, для меня это кружка пива, на самом деле это, типа, кружка лимонада, и там лимончики. Она была симпатичнее, чем эта, но, типа, срок годности у нее меньше был, и у этой, у этой пенки больше свойств. Будешь мне напоминать, чтобы я ее использовала? Ты ее вскрой, один раз попользуйся, и она мне просрочится. Дальше, дальше, что это? А, это крем для рук. Это я помню. Он осветляющий. Я буду мазаться им вся. Я хочу быть белой, хочу осветлиться просто, как бумага. Как бумага быть. Надо, кстати, ну, на кугле, где можно купить тот тайландский крем, который меланин уничтожает просто в нулину. Мне кажется, просто если тем кремом намазаться, можно умереть почти сразу. Потому что раньше же ртуть использовали для осветления кожи. Типа, ртутную пудру, потом, что еще там, свинец был. А тут я даже не знаю, что либо он просто окрашивает, ну, типа, ты умынулся, да? Вот тут у Нимоли была такая масочка. Ты ее держишь 30 минут, и у тебя кожа потом беленькая такая, ровненькая, беленькая, но пока ты не помоешься снова. Ну, может, такого же типа. Так, это триевая клининг, крем для рук. Я не буду это читать. Сами прочитайте. Читайте. Увлажняющий крем для рук эффективно устраняет сухость и шелушение, выравнивает тон кожи, разглаживает мезорельеф. То есть я действительно могу всями намазаться. Да гладкий. Как шар. Как шар. Как шар буду. Гладкий и жирный. Ну, увлажняешь же. Так. Экстракт лимона обогащен витамином С, который оказывает активное антиоксидантное противовоспалительное действие. Стимулирует синтез собственного коллагена. Что? Повлядствует. Это что, украинский, что ли, пошел? И не понимает, что это за слово. Пов-пятствует. Нет. Может это препятствует? А, препятствует. Тут просто половина стерта. Препятствуя преждевременному старению кожи. Укрепляет стенки сосудов. Успокаивает растраженную кожу. Ускоряет регенерацию. Повышает ее тонизирующие действия. Стимулирует кровообращение и обменные процессы. Также в составе экстракты... Что? Наверное, Кизила. Кизила и Айвы. Годен до 19.09.2002 года. Посмотрим. Мне кажется, слушай, мне кажется, у нас крема от загара примерно сколько? Может, чуть побольше. Если вся замазала, вся на него хватит. На сколько? На неделю? Отлично. Отлично. Или, знаешь, буду мазать руки. Руки будут белые. А все остальное нет. Я буду говорить, что она все отбеливала. Поросящие. Да ладно. Нет, конечно. На человеческий. Так. Это у нас две маски. Вроде как с одинаковым эффектом, да? Мне кажется, нет. Мне кажется, типа разная. Ну, это маска с улиткой. Она, короче, тканевая маска из мягкого нежного. Ну, ладно. Начнем по-новой. Ну, просто, ну, похоже. Тканевая маска из мягкого нежного натурального хлопка обеспечивает плотное прилегание к коже, благодаря чему более эффективно воздействует на нее, устраняет шелушение и покраснение, повышает эластичность. Освежает и тонизирует, придает ей свежий и здоровый вид. Невиточный муцинк стимулирует процесс синтеза коллагена, регенерации и заживления, оказывает противовоспалительное действие, связывая на поверхности кожи работу бактерий и препятствуя их размножению, способствует тужению кожи. Также в составе гиалуроновая кислота и алантаин или что-то он не понятно смазка. Способ применения положите маску на очищенную и тонизированную кожу лица на 20-30 минут. Затем снимите маску вместе с лицом. И все. Вы молоды и прекрасны. Да ладно. Ну, короче, и остатки сыворотки распределите по коже. Теперь читаем про эту маску. Она должна быть осветляющей, потому что корейская обычно с лимоном или томатом, ну, с томатом она от пигментных пятен, там, типа, то-се, то-десятое, а с лимоном она должна осветлять кожу. Чуть-чуть. Немножечко. Итак, ну, тут, кстати, буковки побольше, чем на той маске. Тканевая маска бла-бла-бла, бла-бла-бла поможет вашей коже выглядеть здоровой и свежей. А благодаря натуральным экстрактам, которые содержатся в маске, она напитает вашу кожу полезными витаминами и минералами. Маска содержит энергетический витамин С, который возвращает кожу сияние и здоровый вид. Маска прекрасно увлажняет и питает кожу, а заряд витаминов освежает кожу и вдыхает в нее энергию и, возможно, силу земли. Ну, короче, все как обычно в масках, избегает все области вокруг глаз. Дальше, что у нас? Это сиси-крем. Сиси-крем. Мне сказали, что он один из лучших. Там есть, типа, возрастной крем и еще какой-то. Этот должен делать кожу... Что он с кожей должен делать? Придавать ей свежий, здоровый, сияющий вид. Я вот помню только в этом сочетании, что сияющий вид, потому что иначе что-то он у меня пропадает. Пры! Я не понимаю. Ну, смотри. Пры! Пры! Видишь? Сиси-крем помогает осветлить и защитить вашу кожу в течение всего дня. Одновременно с этим. Сиси-крем содержит такие вещества, как аденозин и арбутин. Не уверена. Которые эффективно предотвращают появление возникновения... появление, короче, признаков старения и улучшают общий тон лица, делая его более здоровым и отдохнувшим. Использование нанесите после регулярного ухода, выдавите немного крема и точечно нанесите на кожу лица. Равномерно распределить крем легкими, массажными движениями, чтобы он подстроился к тону вашей кожи. Сейчас мы посмотрим, что тут у нас. А, ну, кстати, симпатичненький довольно. Ну, у меня симпатичный крем типа матовый тональник, который, по-моему, уже просрочился. Так, короче, ну, вы знаете, в чем отличие тональников типа обычных от BB кремов и CC кремов? Не знаете, да? Нет? Не знаете? Ну, в общем, тональники это просто типа либо для создания на лице маски, ну, если тональник очень плотный, то есть можно увлажнить лицо, потом какие-нибудь селифтинг-капсулы на него нанести, если кожа возрастная. Лицо немножко подтянется такой оп, стянется, и потом тональником короче, оп, 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 типа меньше пор видно, меньше морщина, там, вот это все проще. Вот так тональник просто выравнивает кожу, лица, тон, тон, тон. он не маскирует ничего, он консилер маскирует. BB-крем он, что, про тональник забыла сказать, но типа они разных оттенков, и надо очень осторожно подбирать оттенок для себя, потому что может не подойти или окислиться, или еще что-нибудь. BB-крем не окисляется, и он имеет в основном три оттенка, типа самый темный, посветлее и самый светлый. и они подстраиваются под тон кожу при нанесении. Ну, и в равном. Эти там витаминки, увлажнения, все вот это. То есть, ну, если у вас нету подругой увлажнение, вы можете, в принципе, нанести BB-крем, он у вас немножко увлажнит. Ну, если есть увлажнение, лучше не пользоваться. CC-крем это типа новое поколение. Эти BB-кремов это следующий этап. Я пока не пользовалась CC-кремами, поэтому не могу сказать точно, в чем их отличие. Но в интернете наверняка полно разной информации по этому поводу. Не знаю. Ну, типа у этого крема только один оттенок. И он, наверное, подключил подстраиваться в светлую кожу. Я не знаю. Давайте нанесем этот крем на лицо. У меня в качестве увлажнения был гидрават розовый. Я его уже нанесла на лицо. Давайте посмотрим, какой он. Чубик и тут 30 мл. Вот он запечатанный. Пломбочка это очень хорошо. Мы должны проверять наличие пломбочки, когда покупаете продукт. Ну, типа, когда в филе. Если пломбочки нет, ну, на таких, то, скорее всего, его кто-то мог вскрыть и попользоваться. Или продукт некачественный. Охренеть, что он такой жидкий? Смотри. Как водичка. Почти. Холодненький, смотри. Ну, тут, в принципе, понятно, что может подстраиваться. Я вот только должна разместила нормально по лицу, но что-то лучше сделать печать. В общем, я нанесла это на лицо. Что-нибудь изменилось или нет? Нанесли? Ну, он подстрелся под под кожей и поплаву область и дела. Это очень легкий крем, который, ну, реально не ощущается на коже. Наверное, его можно наслаивать, но неуверенно я его размесла. В общем, вроде все как надо. Нигде нету мазков. Ну, мне что-то кажется, что я, наверное, буду все-таки не все-таки переходить с тональников, потому что тональники все-таки они более тяжелые, задрывают поры. И вот сейчас я похожу еще суточки. Ну, как суточки? Денечек с этим тоном, если он останется прежним и у меня не будет ощущения все-таки неприятных, то ну, короче, я, наверное, точно буду приходить на них. У нас, кстати, еще кое-что есть в пакете. Да, у нас еще кое-что есть. А у нас тут, знаете, что у нас тут? это скраб для лица. Надо его, кстати, тоже с утра на маске использовать. А вот такая вот штучка, там где упала, стоит это еще. А, полный, ну, полная кара, да, стоит, где-то, я, по-моему, не помню, раньше, там их на самом деле дофига, она вот такая, типа они там так сложные, такие вот, наверное, все-таки больше шестистаровой стоит много, достаточно много. Вот. Этюдхаус называется вот этот этитудный дом, дом этюда. Бэйкинг пудр. В смысле, а почему если это скраб, то он называется бэйкинг пудр. бэйкинг или паудр. Паудр, типа пудра, да. Пудра для запекания. Я должна погулять в интернете, мне сказали, что этот краб, если это пудра для запекания, это очень хорошо, потому что она носит на тональник таким вот слоем, как будто мукой намазываешься. Ее надо оставлять по-моему минут 15, в это время можно красить лоза. Ну, бэйкинг это прием в косметике, ну, визаже. Визаже. Косметический прием визаже. Вот. Который позволяет типа эффект фотошопа сделать для мимических морщинок. Кстати, не знаю, они у меня уже появляются или еще нет. Надо ли снова их убирать. Вот. Ну, сейчас я это открывать не буду, хотя тут есть вот этот язычок. Ну, что подкрыть. Возможно, возможно, я сделаю эти мусорки. короче, ребят, кто этим пользовался? Как будто я спрашиваю все аудитории. Ну, если вся аудитория пользовалась, да, конечно же, напишите мнение и что это такое в комментариях, потому что я пока так и не поняла. Не поняла. Мне сказали, что это скрафт. А если это бэйкинг куда, то что это такое? Спасите. Спасите, везде ложь, везде обман. Ну, вот, короче, вот эта фигулина. Бэйкинг. Вот, короче, мы ее открываем. Внутри немножко воздуха. Чего мы ожидали вообще. И она вот такая. такая вот. Так как лицо у меня уже намочено, я мне вышел сразу на лицо. Кстати, тут оно мелкодисперсное, что очень даже неплохо. И на самом деле для меня многовато. То есть вот этой штуки хватило бы, наверное, примерно на два, может быть, на три. Наверное, на два примерно точно бы хватило. Вот. сейчас мы будем в общем все лицом работать. Кстати, такие штучки бывают полноразмерные. Не то, что таких пакетиков, а прямо как-то говорится в тюбике. Вот, поэтому можно если понравится обе, но у меня кажется глаз попало. Сейчас у меня проблемы с линзами выйдет. Наверное. Вот. Так как он очень мелкодисперсный и его очень много, я имею в виду самих частиц в этой штуке, должно оказать очень хороший эффект. Он прям очень мелкодисперсный. То есть вот от этой штуки он отличается очень сильно и я бы, наверное, сказала даже лучшую сторону, потому что тут ощущение как прям песочком. Песочком себя обрабатываешь. Теперь давайте посмотрим на чеки. Это сисикрем. Сисикрем у меня вышел в 660 рублей. Почему мне 666? Ну, тоже хорошо. Сисикрем обычно стоит вроде как от тысячи и больше. Ну, по крайней мере, тот, который я видела, может просто типа по минуте такой. тканевая маска для лица с витамином С и тканевая маска у липки стоили по 50 рублей. И а, нет, вот этот Etude House скрабляется с частичками соды и мяты. А, вот он, с частичками соды и мяты. То есть, он должен черные точки устранять и всякие вылили шушения. Короче, проверим. Они по 50 рублей были вот эти пакетики. Значит, вот та большая штука стоит в районе тысячи, а может быть, даже полторы. Типа логично, логично. 24 штуки в упаковке. Ну, короче, можно посчитать, сколько она стоит. Увлажняющий крем для рук не обошелся в 190 рублей. Я считаю, что это победа. Корейский крем для рук 190 рублей, осветляющий с витаминами, увлажняющий. А? Разве неплохо? По-моему, очень даже неплохо. И фармстей очищающая пенка с комплексом витаминов, которые я показывала в самом начале, мне обошлась в 330 рублей. Там была дешевле 220 рублей. И почему бы и да? Меня ждет еще сыворотка с гиолуроном. Ну, она антивозрастная, но так как я хочу немножко заняться визажом, мне она нужна. Мне она нужна, она будет стоить тоже где-то полтора косаря, полтора тысячи. Но это вроде как тоже дешевле, чем покупать в других магазинах. В общем, я ее тоже купила. Либо можно создать свою субыку. Что вам вообще ничего тратить не надо будет. в общем-то, вот и все. Это были все мои покупочки на данный период времени. Ну, разве что. Ну, косметические я имею в виду. Косметические, да. Вот. И я с вами прощаюсь. Если кто-то пользовался чем-то из этого, из того, что я показала, напишите пожалуйста в комментариях, напишите понравился ли вам эффект, за сколько вы брали это, потому что мы будем пытаться сравнивать цену. Вот. И поставьте лайк там под видео. Или просто напишите комментарий, мне будет очень приятно. Ну, или лайк можете поставить. кто вообще такая, чтобы вам что-то запрещать. Вот. И всем спасибо за просмотр. Всем пока!